Вам понадобится диван, возможно кресло или стул. Высота пола должна быть примерно 50-60 см. Вот так, наверное, максимум. Найдите, пожалуйста, можно подушечку под коленник. Всегда берегите свои коленные суставы. Тогда на пол их не ставьте. Всегда поздравляю нас перед нами локти. Это очень важно. Должны быть у нас здесь. Голову пропускаем между рук. Шею расслабляем. Делаем вдох. Придорки к обойду. И выдох. И вдох. И опускаем все ниже и ниже. Выдох. И вдох. И выдох. Зафиксировали лопатки, зафиксировали таз. То есть у нас с вами ровно. То есть если что-то сюда поставим, то будет себя, ну, что-то упадет. Поэтому стараемся задержать. Это у нас с вами последнее упражнение, поэтому смотрим. Мы с вами уходим ножки назад, возвращаем вперед. И задача потянуться вверх. Опять. Ушли. И потянулись. Три. Два. Один. Ноль. И все же я не удержалась. Давайте еще в банку. Вот это сделаем. Фиксируем ножку поверх ножки. Коленочки у нас также по тазу. И я кручу из стороны в стороны. И держу прям ручки. Корпус с вами двигается. А коленочки работают без стороны в сторону. И осталось пять, четыре, три, два, один. Прям чувствую, как лопатка. Прям приятно. Приятное натяжение. Прям раз очень много. Еще два разика. Отлично. Встали в кошку. Пару раз с вами вниз прям провалились. Округлились. Опять вниз. Вдох. Опять вниз. Лопатка. Вдох. Вдох. И округлились. Лоб сходит в сторону таза. Отлично. Теперь ножку одну поставили под наклоном. Зафиксировались на бедро. Положили себя. Тянемся вниз. Положили также голову на наши руки. И спокойно выдохнули. Почувствовали, как приятно тянет от ягодицы по бедру. Аккуратно ставим руки. И красиво меняем ноги. Давай перекатываемся. Постараемся зафиксировать себя. Также прилегли на другое бедро. Положили лоб на руки. Чувствуем также натяжение от ягодицы по бедру. Теперь мы с вами в заключении. Ножку ставим припык к бедру. Я берусь в нижнюю пути в положение. В той ноге. За внешний спор. И тяну весь бок. Ножку ставим припык к бедру. Ножку ставим припык к бедру. И осталось еще 5, 4, 3, 2, 1, 0. Спокойно. Делаем вдох. Выдох. И мы с вами закончили. Важное срочное включение. Дослушайте до конца. Вы знаете, что я давно занимаюсь на платформе FitStars. Кто не в курсе, FitStars это платформа тренировок онлайн. В ноябре у FitStars последний месяц, вот в этом ноябре, продаж безлимитных абонементов. В последующие месяцы теперь будет продажа тарифов только ограниченных по времени. Не будет больше безлимита. Только в этом месяце. Только в этом ноябре. Только по моей ссылке, которую я оставлю внизу в описании под этим видео, с моим промокодом, вы сможете купить полный безлимит. Навсегда. Я занимаюсь по такому абонементу и меня очень устраивает FitStars. Очень много различных тренировок по разным направлениям. Более двух тысяч видов тренировок. Там на спину, здоровая спина, здоровая растяжка, попа, пресс, вообще танцы, йога, пилатес, прокачать дыхание. Для ухода за собой, за лицом, для детей даже есть тренировки в игровой форме. Есть множество чего интересного. Даже какие-то курсы по уходу за собой. Есть раздел полезного питания с меню, который просто понравится каждому. Я уже пробовала оттуда что-то готовить. Там расчет калорий, количество белков, углеводов. На каждый день можно себе сделать заранее какое-то меню. В ноябре, также в честь Черной Пятницы, FitStars дарит подарки. При покупке абонемента получить подарки. Количество подарков ограничено. У меня есть секретная информация, что на сегодняшний день их осталось уже 668. В набор входит фитнес-коврик и два набора фитнес-резинок, которые стоимостью где-то около 5000 выходят. А вы их получаете просто за то, что вы тренируетесь. По-моему, это шикарно на самом деле. Итак, рассказываю, как воспользоваться промокодом. Очень просто. Кликаем по ссылочке, которую я вам оставлю внизу в описании под видео. Переходим на платформу FitStars. Вводите в окошко промокод «Наша Таня». И увидите, что у вас сразу меняется цена. Полный безлимит со скидкой 70%. Входит дальше окошко на платежные системы. Выбирайте, как вам удобно. И там даже, кстати, можно оформить, по-моему, с рассрочкой. Это очень выгодное предложение. Тем более, что ноябрь – это последний месяц. Я очень вам рекомендую. Я занимаюсь давно. И это реально очень удобно. Не нужно подстраиваться под кого-то. Подстраивать свою работу под какие-то там тренировки. Никуда ехать не надо. Ты просто занимаешься в любое удобное для тебя время. Где тебе хочется. Когда хочется. В чем хочется. Не нужно выбирать какую-то специальную одежду. Увидишь себя только ты. И твой личный тренер. С планшета, телевизора, компьютера. Где угодно. Не знаю. Для меня это очень удобно. Тем более, сейчас зима. Вот ехать куда-то вообще не хочется. Это парковка, холода. Выходишь распаренный на улицу. Не знаю. Меня Фитстарс выручает уже очень давно. И спасибо. Я не знаю. Вот как со своей подружкой. Выбираю себе каждый раз свою спутницу. Своего личного тренера. Занимаюсь. И мне очень нравится. Меня это мотивирует. Вдохновляет. Я уже заметила в себе изменения. Конечно же, в лучшую сторону. У меня тут кухня рулит. Вот, приготовила уже почти суп на домашние курочки. Сейчас я вам покажу, что у меня тут картошку нарезала в моем новом блендере. В этом кухонном комбайне. Смотрите, вот такая вот красота получилась. Морковку, естественно, тоже. Очень облегчает жизнь мой комбайн. Я уже помыла все комплектующие. Здесь у меня по пути плов почти готов. Тоже, знаете, удобно так вообще. Короче, все нарезала в этом кухонном комбайне. Это просто так быстро. Ничего никуда не летит, не разлетается. Руки целые, ногти целые. Вот, сейчас осталось только добавить вот этих вот макарошек. Я вам показывала как-то. Я их недавно покупала. Для хороших детишек. Там всякие фигурки. Мне так они понравились. Ну, короче, хочется что-то такого веселенького. В общем, почти готов обед. Я молодец. Так, покажу вам. Макарошки вот так цурились. Вот так они там. Ой, какая прелесть. Молодорогая. Сердечки. Все дела. Классно. В общем, новый день. Забежала в фикс прайс. Хочу посмотреть. Увидела в обзорах. Тоже интересно, привезли ли это в наш магазин. Сейчас посмотрим. И заодно покажу вам, если что-то будет интересное, конечно же. Первое, что хочу сказать, что очень много новогодних атрибутов. Прямо куда ни глянь. Все такое яркое, красивое. Там какие-то ротанговые кэшпо мне приглянулись. Наверху вот здесь наклейки, наклейки, занавески эти, гирлянды. Какие-то новые, смотрите, вот такие вот интересные. Вот такие гирлянды тоже. Это не просто игрушки. Вот по 200 рублей. Вот эти тоже прикольные. Мне понравились. Вот эти вот, смотрите, такие как будто шапочки маленькие. Прикольные. Тоже какие-то фигурки декоративные. Игрушек просто миллион. Шары 8 штук. Вот такие вот, одноцветные. Ёлочки фикс прайс привезли маленькие. Вот, смотрите, разного формата веточки. Для украшения вот эти вот белые ёлки. Можно у меня тут еще прикольная, мятная. Тоже интересно ее такую, наверное, поставить где-нибудь. Вот такие игрушечки. Смотрите, ручная работа. Прикольная, да? Новогодняя. 99 рублей. Такие тоже. Прикольные свечки вот эти мятные. Какой-то этот снеговичок, что ли. Что-то не могу разобрать. Ну да. Что-то непонятное. Гномик точно. Вот же они еще эти гномы. Какая-то. Не забыла, где они там были в Икее. Такие раньше по 199 рублей. Подсвечники. Подсвечники. Как они тут правильно? Так, хлопушка пневматическая. Вот эти вот минажницы. Ну, это классика. Классика. Просто их убирают, да? На какое-то время к нам. Году опять завозят. Вот эти шары обожаю. Вот, смотрите. Тут всякая разность. Снегири. Деда Морозе. По 200 рублей. Большие, кстати. Лента для упаковки. Подарка. 79, 62. Тут какая-то посуда новая. Тоже интересный. Термобокал. Интересный. 249. Вот такое вот. Вот эти прикольные ёлки тоже. Такие весёленькие. Мне кажется, в офисе на рабочем столе будет забавно смотреться. Ну, так. На любителя. Дракончики. Годный золотого же дракона, да? Вот. Копилочка такая. 249 рублей. Подарки новогодние уже. Это там конфетки внутри какие-то. 350 грамм. 149 рублей. Вот такие ещё есть тоже. Какая-то сумочка, да? Какие-то обледенцы. Карамель. Вот это мне понравилось. Игрушки стеклянные. Да, это не какой-то там пластик. Это реально стекло. Цена очень даже приятная. 200 рублей за вот такой вот наборчик. Можно кому-то подарить. Да и себе вообще. Можно здесь вот ещё. Зелёненькие есть такие же. Тоже. Покажи. Тоже дракончики, что ли, или медведи. Я что-то не пойму. Медведи, по-моему. А, а вот здесь снеговики. Вот. Они прикольные. Мне нравятся. Класс. Календарики, если кто-то любит. Так, ну что. Покупки мои. Всего-то, да? Загущёнка взяла. Поеду сейчас домой. К себе. У меня есть время. Я буду делать себе коррекцию ногтей. Даже стыдно показывать. Вот так вот покажу. Близко не буду показывать. Ногти в ужасе просто. Вообще. В общем, самый ужасный момент. Когда ты сделал ногти, они тебе не нравятся. Не нравятся. Просто вот хоть ты тресни. Я на второй руке уже начала красные делать. И мне они тоже не нравятся. Я тут пыталась добавить дизайн на конце. Короче, ужас. Меня всё бесит. Я не знаю. Ещё порезала кутикулу. Это атас какой-то. Девочки, у вас такое бывает? Всё бесит. Любой цвет. Я уже тут выкрашивала их миллионы цветов на ногтях. И ничего не нравится. Вот вообще ничего не нравится. Сейчас буду цепиливать опять. Всё. Да, а за окошком вечерело. Угу. Короче, не поеду я сегодня на массаж из-за этих ногтей. Но надо что-то одно. Либо ногти. Либо массаж. Увы и ах. Да. Печаль доска. Мне нравятся светлые всё-таки. Но не нравится. Я там хотела сделать снизу блёстки. Короче, все дела. Всего и побольше. И сейчас мне не нравится, что там получилось. А красный тоже какой-то он мрачноватый. Прям вообще вот. Не моё состояние души. Думала такая побыстрее, что им сделать. Я тут утеплилась сверху с этой рочек. Думаю, что-то как-то свежо сегодня. Всё. Я дома. Боже мой. Девочки. Вы знаете, что быть красивой – это тоже работа. Это причём такая реально тяжёлая работа. Постоянно следить за собой, ухаживать своевременно. И делать маникюр, педикюр, апелляция, брови, волосы. Господи, это просто бесконечная карусель. И как это всё вписать в свой ритм жизни? Это, короче, не знаю. Вот я сейчас просто пришла. У меня нет сил. Я очень хотела кушать. Я просто дико хотела кушать своего плова. Но я сначала согрелась под горячим душем. У нас там опять сорвался сегодня ураган. И днём был ураган. Там, короче, Крым топит. Дон тоже поднялся. Таганрог затопило вроде там что-то, короче. И к вечеру вот уже я дома была уже. Уже заканчивала делать ногти. И сорвался снег. Я вышла на улицу, короче. И он такой вот как будто какие-то... Как пульки, знаете, такие вот. Помните, пластмассовые были такие шарики? Они такие прям вот крупные. Были вот эти вот как... Это не знаю, то ли снег, не снег. Но он так сыпался, как крупа какая-то. Ещё думала снять вот... Да-да-да, как крупа, не пульки. Ну вот я что-то... Я стояла, вот это смотрела на этот снег. Такая думаю, с чем же у меня ассоциации? Не могу понять. Короче, маникюр. Шило на мыло. Был френч и снова френч. Я реально так замучилась, девочки. Вот настроение просто непонятное. У меня такое... Короче, в преддверии... Да, в преддверии... В преддверии, да, вот, короче. Чего-то там у меня... Немного меня бомбит. И нет, не совсем они одинаковые. На самом деле, я поменяла оттенок базы вот этой вот. У меня были до этого тоже розовые. Но это такое, он больше пастельный. Да, девочки меня поймут. Он больше пастельный. Я убрала длину. До этого я, короче, нанесла там... Ну, я вам показывала. Так если бы я просто нанесла. Я же их подсушила. И ту, и ту руку. Мне пришлось их спиливать. Я подрала себе всю кутикулу просто. Вы представляете? Когда на свежий маникюр вот ты начинаешь снимать этот гель-лак. Просто настроение было ужасное. Ничто не нравилось. Я понимаю, что мое состояние вот на ногтях, да, это должно быть мое внутреннее состояние. Это вот все-таки френч. У меня и тот был, мне он нравился. Просто они дико отросли. И когда они отрастают, апекс, он смещается. И получается вот такой вот какой-то горбатый, какой-то конек-горбунек. Меня это так бесит, когда вот эти вот, знаете, вот здесь вот такой холмик. Не знаю, некоторым это нравится, но я просто... Очень дико раздражаюсь от этих бугорков. И мне прям хочется быстрее все это спиливать. Да, френч у меня на одной руке, кстати. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня просто однотонная. Но это правая рука. Понимаете, да, кто мастера? Просто я настолько задолбалась, делая себе ногти, что я решила, что похожу-ка я с разными руками. Вот. И, короче, я еще сделала себе втирочку. Это я вам на дневном свете покажу завтра. Такую розовую, эту... Перламутровая розовая втирка. Вот. Короче, мне очень нравится. Слава богу. Даже пусть они разные, на самом деле, они мне обе эти руки, вот, каждая по-своему нравится. Даже вот эти, кажется, почему-то сейчас, вот мне даже как будто бы и прикольнее. Но я правую руку делала уже потом, после вот левой руки. И я такая, думаю, френч, френч по-любому, по-любому. Я то спилила, я такая, думаю, френч. А потом такая, уже нарисовала френч, такая, думаю, на правую руку начала рисовать. В кому это интересно? Интересно, как-то интересно. Короче, девочки такие, девочки. Я к тому, что у меня уже корень пробивается. Я покрасила волосы. Буквально это всего дней десять-то прошло. Уже корни пробиваются. И педикюр уже пора делать, господи. И брови сделала вчера сама себе. Вот. А теперь надо педикюр сделать. И, короче, это... Волосы по-любому еще дней десять не буду трогать. Да, точно. Постараюсь как-нибудь ближе к Новому году. Хотя до Нового года еще... Сегодня у нас какое число вообще? Двадцать шестое? Двадцать седьмое. Двадцать седьмое ноября. Да, получается, ноября. До Нового года можно еще два раза покрасить. А можно и один. Но это будет вообще трэш. Я сама не выхожу так, с такими отрошенными корнями. Вот. Что еще хотела сказать вам? Наверное, все. Надо немножко отдохнуть. Валберис. Посмотрим мои заказы. Что скажете? Такая пижама. Мне кажется, она была на размер больше заказывать. Что-то так. Кстати, тапочки сразу оцените. Это уже переоделось. Чудные меховые. Или нормально. Как по-вашему. Как тело приятное, кстати. Как вам такой вариант. Супер ворсистая пижама. Такая она плюшевая. С нее столько сыпалось всего и вся. Так, зато кайф, что есть карманчики. Но только на кофточке. Потому что в мешках нет карманов. Очень мягенькое, приятное тело. Такой. Длина отличная. Тоже. Вот такая красота. Тоже с капюшончиком. Так, карманчики. В принципе, модель та же самая, что и предыдущая. Вот тут свитерок на резиночке. Можно оттянуть вот так. Можно приподнять. Длина нормальная. Такая вот симпатичная, мне кажется. Такой ненавязчивый принт. В принципе. Да? Что-то получше, чем та. А как бы мне на картинке понравилось, а живу не очень. Сильно она какой-то и броская. Так, тут вообще капец. Смотрите, какая уборка. Вообще ужас просто. Ужас. Как же это было красиво на картинке, мама дорогая. Вообще небо и земля ужас. Дальше даже не мерить не хочу. Штанишки подстреляны. Так. Вот такая вот. Прям поперечная норка. Да? Как будто. Смотрите. Тот же, с той же серии плюшевых костюмчиков. С капюшончиком. Здесь вот карманчики вот такие же. Такая, да? Такая вещь. Но почему-то, мне кажется, он по размеру как-то маловат. Что-то вот, вот ощущение, как будто он немножко сжимает меня. Может, разношу, конечно. Это из всего, на самом деле, более-менее удачная модель. Такая вот. Кстати, очень хорошо сочетается с этими тапочками. Вообще идеально. Так. А вот это мне уже нравится. Боли меня плохого качества рюш. Такая вот такая, короче, ток. У меня брючки. Кстати, тут еще халатик в комплекте. Вот такое. И шортики еще вот имеются. Тоже с рюшами. Что скажете? Правда, рукав вот коротковатый. Такая модель была. Вот такой же точно, только в черном цвете. Такая вот кафтеечка. Штаники. 46 размер. Короче, штаны коротковатые. И халат тоже мне кажется маловат. Я так и знала. Так и знала. Посмотрите. Это бриды такие. Это на 165, наверное, рост. Но сама пижама классная просто. Рукав, кстати, на поле. Все. Мне нравится. Пушечка. Вот если бы не эти бриджи. Так уж они. Удлиненные носки надевать. Блин, ну какая она классная. И в зале, кстати, вот такая же тоже тема. Ой, девчонки, кто пониже ростом. Наверное, более бы рада в такую видеть. Ну не, все, конечно. Да я любитель такой. Всякая яблая. Выбираем голосом. Вот эти или эти. Ну, что скажете. Задавим. Так. Да на вид. Просто какие прикольнее. То, что они одинаковые, это понятное дело. Черные или серые? Любые. Ну, как бы я. Черные. Это все прикольное тоже. Так. Так сидела. Если надевать черные тапочки, я уже почему-то жалею. Как-то они как будто бы утяжеляют мой образ. Подошва у них хорошая. Что же делать? Что же делать? Из всего, что я мерила, только тапочки понравились. Ну и то у меня в основном вся домашняя одежда светлая. В общем, утро вечера мудренее. Завтра приму решение оставлять их или отнести, заказать белые или серые снова вернуть, да? Заказать. Ну, эти прям мне нравятся и качество, и модель вот эта вот. Как бы вот эти уже крестом что-то поднадоели. Продолжение следует... Продолжение следует...